и Божественностью. Вот в чем, я бы сказал, состоит разница между мною и Христом. Он сказал, с меня достаточно. Нет, нет, хватит с меня этих глупых людей. Я, я знала, каков был этот мир. Я знала, что произошло с этим миром. Сегодня же этот мир гораздо хуже, потому что, во-первых, все религии сражаются друг с другом. Все политики стараются быть очень коррумпированными, соревнуясь в этом. Ни у кого нет чувства правды и честности. Все вовлечены в рекламу, газеты, средства массовой информации. Это то, что является самым твитворным влиянием сегодня. Со всей этой обстановкой, я знаю, что в 2000 году Сахаджа-йога выйдет на сцену во всем мире, как что-то величайшее. Вы не позволили мне закончить предложение. Если вы станете настоящими Сахаджа-йогами, все вы, все, кто слушает меня здесь, даже если люди, входящие в эту группу, станут настоящими Сахаджа-йогами, не имеет значения, если не могу лично встретиться с вами, не имеет значения, если я не могу приехать к вам, не имеет значения. Это все не имеет значения. С ученики Христа работали, когда Его уже давно не было там. Так что это не важно. Что важно, это то, что вы те, кто ответственны за освобождение этого мира, за объединение этого мира. Так что несите мир, радость и счастье людям. Только что, когда я шла, люди расстилали шали передо мной. Это напомнило мне о Христе, когда Он шел. Люди принесли пальмовые листья, чтобы пожелать Ему добра. И расстилали по земле свои шали, чтобы Он вступал по ним. И куда Он шел? Он шел на Голгофу, Он шел на крест, Он шел на смерть. Когда вы показываете свою любовь ко мне, вы должны знать, что вы должны любить всю работу с Ахаджа-ю. Это не какие-то личные отношения со мною должны установиться. Все эти страны Запада под воздействием христианства потеряют свое былое положение. Вы увидите, они уже утрачивают свое положение, потому что у них нет нравственности, у них экономический спад, у них всевозможные проблемы, их дети свои нравные, они пьянствуют, курят, творят всевозможный грех. Даже их влияние на нас пагубно действует на нас. Это все направленное против Христа деятельность с начала до конца. Если вы посмотрите на нее, то обнаружите, что это есть не что иное, как антихристовая деятельность. Кто этот антихрист? Говорят, этот антихрист, тот антихрист. Это все не то. Существует антихрист внутри нас, который принимает все эти вещи, которые направлены против чистоты и любви Христа. Так что прежде всего, среди самих себя, куда он идет? Садись. Вы должны научить своих детей каким-то манерам. Эта девочка утонула из-за того, что ей не уделяли никакого внимания. Где был ее детям? Я не могу понять, как можно оставлять ребенка таким образом? Это важно, дисциплинировать ваших детей. На Западе, если у вас есть сосед, вы пропали. Он постарается быть в курсе того, куда вы идете, что вы делаете. у него будет бинокль, чтобы следить за вами. А если вы сделаете какой-то шум, то вы кончены. Но даже если вы запоете, вы кончены. В этом плане, вы индийцы лучше. у нас не возникает проблем из-за шума. Индийцы могут жить в шумной обстановке. Хотите узнать, почему индийцы столько приспособляемы к шуму? Они ничего не имеют против шума. Я обнаружила, что причина состоит в том, что на Западе люди пребывают в условиях стресса и напряжения. И вот почему они не могут выносить его. Но в Индии люди не знают, что такое стресс и напряжение. Все еще они не достигли такой степени. Я не знаю, каким образом. Эта болезнь еще не пришла к нам. В этом должна быть причина того, что они на Западе так боятся шума. Здесь же люди приходят из деревень, спят на вокзале. И ничего. Поезда приходят и уходят. Они же прекрасно спят себе. Представьте себе такое на Западе. Слава Богу, в Италии соседи у нас не так уж близко. Но в Англии мы должны были все время менять место расположения нашего ашрама, убегать то отсюда, то оттуда, из-за того, что мы имели великих соседей. И одного из них звали Мистер Мир. Я не знаю, кто дал ему это имя. Какие противоречия в жизни. Такие ужасные противоречия. Я не знаю. Как они научатся любить ближнего своего. Но Индии умеют. Какие-то они не имеют этого проблемы. Не очень много. Иногда они имеют, но не так много. И иногда она возникает в большой степени. Но если, предположим, где-то звучит музыка, тогда все соседи присоединяются, принося с собой чай и тому подобное. Они будут наслаждаться этой музыкой. Но на Западе коллективность столь мизерная, я думаю, что я не могу понять, как они называют себя христианами. Единственное, это они ходят в церковь, хорошо одевшись. И наш мэр в Кабеле сказал мне, что они едва лишь могут уходить там 15 минут и начинают смотреть на часы. 15 минут. А по прошествии полчаса они все убегают из этой тюрьмы. Как это все эти люди сидят с вами часами напролет? Я ответил, должно быть, я гипнотизирую их. Я хочу сказать, что они столь не коллективны до тех пор, пока они не пьянствуют, они не могут быть коллективными. До тех пор, пока они не опьянеют, они не могут говорить друг другу. Они все время испытывают усталость. Они считаются христианами. Они так устают, вы видите их в фильмах или где угодно, как они приходят и со вздохом садятся. Что случилось? Молодые люди все время думают, 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 что исходит из Агни, что исходит из направленной против Христа деятельности. Анти-христ. Думают, 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 что мы будем делать завтра, что нужно делать и все такое. мы все же должны надеяться, что такого рода религия прекратит свое существование. Все такие религии должны прекратить свое существование. Они должны сейчас уйти, это слишком. Мы не можем поддерживать их. Они столь полны анти-религиозного характера, что вы просто не можете вывести их. Лучше покончить с исламом, индуизмом, христианством, сикхизмом, буддизмом, всеми измами, одним за другим. Какой религии принадлежал Христос? Я не знаю. Вы принадлежите к одной религии, которая является вселенской религией, которая является чистой религией, которая является врожденной в вас религией. Есть никакой религии, потому что в ней нет никакой религии. Так что я надеюсь, 2000 год, я надеюсь, все эти религии уйдут с этой земли. Все не сражаются ни за что вовсе. Убивают друг друга ни за что вовсе. Они хотят, они хотят сражаться, им нравится сражаться. Зачем винить Коран, зачем винить Гиблию, зачем винить Христа, зачем винить кого угодно. Они хотят сражаться, их природа разделяющая. Они хотят иметь отдельные страны, отдельные общины, отдельные группы. Как только вы начинаете отделяться, вы антихрист. Абсолютно. Я говорю это и относительно Сахаджа Йо. Вы едины, вы не отдельная страна, отдельная организация, отдельная группа. Этого не существует в моем собственном представлении. Не существует. Я никогда не думаю об этом. Мы все дети одного отца и одной матери. Мы не имеем права думать, что мы что-то отдельное. Даже сейчас я вижу, что группы создаются очень легко. Каким образом создаются группы? Группы are made. Как я обнаруживаю, жители Махараши сидят вместе. Гаппатсалуэрт. Я сухусалу, текас сухусалу, шанпана дакхудхустан. Затем у нас есть группы северных индийцев. Индицы по своему характеру весьма склонны к сепаратизму, скажу я вам. У северных индийцев также сепаратистские идеи. Вы должны приехать в Индор. Почему? Разве это не часть Индии? Они что? Не могут приехать в Белли? Вы должны приехать в Камкур, вы должны приехать в Балгабад, вы должны приехать в Индор, вы должны приехать в каждую деревню, в каждое место. Почему? Зачем? Сегодня вы родились в Белли, завтра вы родитесь в каком-нибудь ужасном месте. Далее. Это мое место. Вы должны прийти в мой дом. Это еще одна головная боль. Вы должны прийти в мой дом. Мой, 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 мой. Как только вы начнете говорить так, с вами покончено, вы больше не принадлежите Христу. Это очень-очень актуальная программа даже сегодня. Ведь если вы посмотрите вокруг себя, то увидите, что рядом с вами сидят люди из вашей собственной страны. Просто посмотрите вокруг себя. Сидите ли вы рядом с другими людьми? Кто этот другой? Кто этот другой в Сахаджа-йоге? Мы все едины. И этому единству вы должны научиться, если вы действительно любите меня и Христа. Вся эта группа вщина и все подобное ей должно закончиться сейчас среди Сахаджа-йогов. Должно закончиться. Мы все едины. Мы все одно живое тело. Мы все один живой организм. Мы не можем говорить, что мы являемся отдельными. Можно ли эту руку отделить от тела? Сможет ли она существовать? Как только вы начнете отказываться от этого, вы удивитесь тому, что вы будете испытывать истинное наслаждение. Но как только у вас появляются все эти мысли, ой, мое, вы не сможете даже наслаждаться Сахаджа-йогой. Вы не сможете наслаждаться чем-либо именем. Моя жена, мои дети, мой дом, это то. Это пробуждение должно прийти к вам. Я не принадлежу этой стране. Многие парни и девушки написали, у нас будет индийский брат. Только женщины, написавшие это, имеют возраст 35 лет. Где же найду мужа им? Это может быть какой-то вдовец или еще кто-то. У нас должен быть индийский брак. Можете ли вы представить себе что-либо подобное? Таких людей невозможно поженить. Я даю вам выбор. Хорошо, выбирайте. Но у меня тоже есть выбор. Я не могу поженить вас. Это мой выбор. У вас есть свобода говорить о том, где вы хотите вступить в брак. Хорошо, вступайте в брак. Но что касается меня, то я не могу поженить вас таким образом. Вы должны вступать в брак, там, где есть хорошая партия для вас. Многие индийские девушки вышли замуж за индийских парней и сильно страдали, что вы не поверите этому. Но не в сахаджа-йоге. Мы не смогли организовать даже один брак от индийских индийских. Это невозможно. Это не есть желание божественной силы. Почему вы не можете найти где-то в ваших собственных общинах подобные вещи? Индия же в этом плане очень особенная. Когда моя дочь должна была выходить замуж, они говорили, нет, он не Шриваста. А если он и Шриваста, то он не тот же самый Шриваста, что и вы. Даже если он и тот же самый Шриваста, то у него что-то и то-то другое. Я сказала, нет, здесь ничего не получится. Потому что все мои старшие члены семьи живы, а они были против. Я сказала, Шриваста вон или нет, но я поженю и кончено. И мой муж согласился со мной. То же самое и с моими детьми и с моими внуками. Если вы получите Шриваста, то вы можете заполучить Шриваста отлично, в противном случае забудьте об этом. Жители Махараштары тоже таковы. Они становятся христианами. Такими же христианами, вы будете удивлены. Христианами, сейчас они говорят, мы Далит христиане, что значит обращенные в христианство из нижших кастей. Так что появилась новая каста. Когда вы становитесь христианином, какова ваша каста? Вы уже христианин, вы больше не химли. Они Далиты и они высшие христиане. Они не вступают в браке с Далитами, а Далиты не вступают в брак с Выше. Считается, что они христиане, последователи Христа. Они регулярно ходят в церковь, хорошо одевшись. Даже если у них нет надлежащего костюма, они должны носить какой-то костюм, как англичане, они одалевают его и идут в церковь, потому что согласно индийским христианам, Христос был рожден в Англии. На самом деле, вы не поверите. До тех пор, пока вы не оденете костюм с галстуком, вы не можете идти в церковь. Можете ли вы представить себе, чтобы кто-то шел в церковь в хоке? Это невозможно. Даже в мое время, слава Богу, что я не вышла замуж за христианин, но мои тёры всех других заставляли носить вуаль, а не сарик, заставляли носить платье и вуалье. Можете ли вы представить себе это свадебное платье? Ингийские женщины не могут обойтись без сарик, но их заставляли носить платье. Столь многие женщины выходили замуж в английском стиле. Я была удивлена, что даже японские христианки приезжают в Австралию и одеваются подобным образом, как английские невесты, и выходят замуж. Потому что они христианки. Это показывает, что они верят в то, что Христос родился в Англии. Или что? Фактически, христианину нет нужды беспокоиться о каком-то платье. Вся эта бессмыслица идет запада, что вы должны одеваться так-то, у вас ложка должна быть здесь, вилка здесь. Ел ли Христос с помощью вилки и ножа? Он был рожден в коровнике. Невозможно понять, как эти люди, будучи христианами, так беспокоятся о ложках и вилках, а когда они приходят в ваш дом на обед, они поднимают тарелки, чтобы увидеть, в какой фирме вы купили их. Это очень важно. Такие глупые люди, скажу я вам, и они называют себя христианами. Христос был рожден в коровнике. И они настолько тошны в отношении вещей, не имеющих никакого смысла. Вы видите, нужно понять величие его рождения, которым он показал, что он был рожден рядом с коровом, и они были в коровнике. Он был рожден в коровнике. Таковы не только христиане за границей, но и в Индии они точно такие же. Вы очень быстро сможете выявить христианина здесь, увидев их воскресное утро. Мой отец противился этому, когда он носил курту. Потому что Христос носил курту. Ведь он не носил костюм, не так ли? И они не столь поверхностно. У них нечему научиться. Они помещают здесь, поверх костюма, с авигров. Такие глупые люди, скажу я вам, индийцы следуют им налево и направо. Я не могу этого понять. Они антихристы. Не следуйте им в этом. У индийцев есть, по крайней мере, определенное чувство достоинства. Если у вас есть, то зачем вы одеваете костюм в майский день здесь, в этой жаре? Мы сахаджа-йоги. Мы должны носить обычную одежду, обычного человека. Кого мы хотим произвести впечатление, за исключением этой парамчайтани? Они крайне поверхностные, крайне до то, что в отношении и надежды того, как они живут. Это на самом деле ужасно. Я видела это. И вот почему я думаю, что должна предупредить вас. Не приобщайтесь к этой культуре, которая является антихристовой культурой. Абсолютно антихристовой. Во всем. Во всем. Они оскорбили Христа. Абсолютно во всем. Вы не должны больше оскорблять Христа. Живите простой жизнью. Они заставили меня одеть это сари, и оно подобно большому мешку для меня. Но что было делать? И вчера они заставили меня, и сегодня также. Мне положено носить все это. Если бы я была Христом, мне было бы лучше жить. У него была гораздо больше свободы, чем у меня. И так, со всем этим, что нам надлежит знать? Что нам сказал Христос? Развивайте свою духовность, свою божественность, с их помощью вы узнаете, что такое достоинство Сахаджа Йон. И я бы сказал, что он был вашим старшим братом. Его стилю жизни вы должны следовать. Он абсолютно ничего не боялся, не беспокоился ни о какой работе, ни о чем. Не беспокоился о никаком бизнесе, ни о чем. Он был абсолютно свободен от каких бы то ни было беспокойств. Так много примеров у нас есть, прекрасных примеров его жизни. Но когда мы видим христиан, мы пытаемся представлять их как выражение жизни Христа. И вот где мы совершаем ошибку. Ни коим образом они не являются теми, кто за Христа. Ни коим образом они не следуют Христу. Поэтому, как Сахаджа Йоги, мы имеем иную культуру. Мы имеем культуру, в которой мы уважаем нравственность. У нас есть дешевоинство, у нас есть своя собственная личность. Мы бесстрашны, мы лжем, мы не обманываем, и нас никогда нельзя загипнотизировать. Так что у нас должна быть, мы можем назвать ее так, культура нашей Матери, которая никоим образом не рисуется, которая никоим образом не прибегает к искусственным вещам. Все изменится, вся концепция изменится, все ваше представление изменится, как только вы поймете, что вы сейчас пребываете в культуре вашей Матери. Вы заставили меня, так что я оделу это. Хорошо, если вы хотите, чтобы я оделу это, я одену это. Но обычно, если вы предоставляете это мне, вы знаете, что я ношу. Секреты уже раскрыты. Если вы хотите дарить мне подарки, дарите, я никогда не просил у вас подарков. Ничего подобного. Вы навязали эти подарки на мою голову. Хорошо, пусть они будут ради вашей же радости. Что тут поделать? Но одно я хочу попросить у этих бахараштринцев. Они больше не будут, больше. Больше. Опять-таки скажу, больше. Дарить того, что они называют оти пад. Мои оти переполнили. Абсолютно. Никто не должен давать мне оти. Если кто-то женится, если у кого-то рождается ребенок, кто-то получает что угодно, они приносят оти. Нет необходимости дарить какие-либо оти мне. Вы можете пойти в храм отдать свой оти туда и его там будут перепродавать и перепродавать и перепродавать. Продавцы, худзратис, продавцы и брамины, пуджарии, чтобы сделать деньги. Так что больше никаких оти. Никто больше не будет дарить мне какие-либо оти вообще. День Рождества я должна спросить одно, что мы дали Христу. Второй вопрос такой, что мы дадим матери. Это очень важно. Я ничего не хочу от вас. Ничего. Я полностью удовлетворена сама собой. Чего я хочу это того, чтобы вы посвятили себя Сахаджа-Йогу истины и любви. И тогда я буду очень доволен. А также чтобы вы не говорили так, как Христос называл, ропшущими душами. Которые говорят здесь, повсюду. Все это мне вовсе не нравится. Мне не нравится это. И этого нельзя делать. Если вы будете делать это, вы упадете. Упадете очень сильно. Это последний суд. Или вы пойдете на небеса, или же вы пойдете Он уже совершается таким вот образом. Поэтому посмотрите, где вы находитесь. Так что я должна вновь и вновь сказать вам, как ваша мать, я должна исправить и сказать вам, помните, это последний суд. И пожалуйста, не прибегайте больше деятельности, которая направлена против Христа. Вы можете сами судить внутри самих себя. Что вы делаете такого, что не является хорошим. И для этого лучше всего это посвятить себя Сахаджа-йоги. Но не делать деньги на Сахаджа-йоги. Не делать политики на Сахаджа-йоги. Но сделать Сахаджа-йогу подобной огромному дереву. И это получится. Я знаю, что это получится. У вас есть потенциал. Вот почему вы здесь. Да благословит вас Бог.